Взялся вот так. В воздухе взял только, говорит, что у него пузырь там уменьшается. Воздух выходит, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй... За раз сказать, беспредельной 40 раз, а у меня Господи помилуй меня еще и не дабы. Но это поощряется. Я говорю, а как считаете, помилуй меня Боже? О, это вот это считается. Семейнерист, а Московская семена, он так вот... Помилуй меня Боже, помилуй Своей милости. Поверьте, поможете себе, вот вы и хотите себе такую многократную манеру, когда она в подъеме идет, пара вот так вот, это вас так ущет, а, чтобы никакой эмоции там не было, смотри, ну-ка, прихрыть можно, да, давай, это нельзя, это посеверновение уже на беспорядок, понятно? Да. Обязательно записываем. Я говорю об этом, потому что трудно найти, кто столько записывал, минимум пятьдесят томов я насчитал в интернете. Библия, двенадцать томов Златооста, двенадцать томов Жития, Бытия, Григория Дещенко, Четыре книги, Добратарюмия, Пятых Томов, Архипеллах, Булаг, это произведение, ну, одна Библия только, девяносто часов. И жить в самых невыгодных условиях, что окна, матрасом и все это, чтобы в студии, зайти нельзя. Постучать нельзя, все отображается. Оригинал пишется. А как, внутреннее побуждение дал Бог. Литературы нету. А сердце моё говорит, люди должны это знать. И создать ту студию, когда арестуют, отнимут. Это история единственная в мировом эфире и везде была. Единственная. За семь с половиной тысяч лет. А почему? Ну, я прочитал, у меня книга есть. А я не мог успокоиться. Складывали деньги. Покупали магнитофоны, там бывают некондиционные. Очень дешёвые были. А мастер свой, Алёша, отремонтирует, сделает, направит нужную скорость. И тогда плёнки складывались, покупали и добавили. Каждая плёнка ставила 6 рублей 10 копеек. Катушка. Одиннадцать катушек. Библия. Девять архитологов. Я до одного часа могу сказать, сколько и как считать. Почему? Потому что составлял каталоги потом на них. И меня никто не заставлял. Почему? Это не я делал. Это Господь. Пишу. В март месяце отсутствует. Сказали, на Петербурге есть, списался священником, дьякон. Да, есть. Я говорю, вы не могли бы дать? Нет, не могу. А у меня не хватает при насчитке там 30 листа вырванные. Гляжу, дальше ещё 15 листов. И я на работе зарабатываю дни, еду туда и сижу и переписываю рукой. А потом приезжаю и насчитываю. Преград для меня никогда не было. Я только один вопрос оставил. Кто-нибудь это делал? Возможно ли это? Потому что опыта нету. А кто-то скажет, возможно. Возможно, значит, сразу приступаю к делу. Если ему возможно, почему мне невозможно? Я всегда брал по высшей шкале. Они из них знают. А в плёнки пошли как. Архиереи, монастырии, за границей. Советское время. Там не пошли пальцем. Ну и что? Решётка. Уколы. Мое тело подвешивали. Раздували вот такие вот разные там накачивали меня. А разу бог не отнял. Я прошёл этот ГУЛАГ. Ад. Стручнее всего этого пытки в тисиатрии. Со шприцом врач сидит. Ещё веришь? Ещё тебе дадут аминозильщики. Мы сделаем так, ты будешь делать, что мы говорим. А не то, что тебе сказали там эти богомолы, фанатики. А я только-только искать начал. Поэтому я делюсь опытом. Много считать, когда ты много знаешь. А когда мало знаешь, считай мало. Чтобы обдумать. С папой встречается один. И говорит, а ты на занятия к нам ходишь? Он говорит, нет. А что проходите? Если хочешь видеть дни благи, удержи из них свой от зла. И уста свои от многовечий. Что уста? Так, я пошёл. Встречаюсь через три месяца. А что не ходишь? То, что ты сказал, я всё ещё пока внедряю. Но не могу до конца. Три месяца прошёл на одну фразу. Вот это... Когда мне говорят, это вы знаете наизусть? Нет, я не знаю. Но когда считают псалтыри или что-то, бывает одно слово не так или... Удаление там у меня сразу перфоката не совпадает. Я говорю, стоп, считай. Он считает опять по-прежнему. Я говорю, неправильно. Как неправильно? Я читаю. Я посмотрел правду на него, как написано. Я говорю, на другое иззание Библии там написано, как должно быть. Это невозможно. Почему? Это на другом уровне всё решается. Люди думают знания. У меня нет гуманитарного религиозного образования. Я дрынью это день и ночь. А сегодня чему учат семинарии? Чему учат в академии? Кого мы распакладаем? Сейчас на ко мне один выходит. Ну, наш, человек из нашего круга. И говорит, я батюшке на исповеди. Батюшка, а вам можно вопрос задать? У меня обычно так на исповеди. А он батюшка его запрашивает. А вам сколько лет? А тебе зачем это знать? Батюшка, меня это трогает. Ты так молод, родник Андрей, 34. А он положено во сколько? Да что ты меня допрашиваешь? Ну, 23. Да какой же канон? Ты что понимаешь в каноне? Да ты не имеешь право меня спрашивать. А просто ответить, я беззаконник. 14-15 правила 6-го Вселенского собора мы отвергли. Отвергли это означает потоптали. Это означает полторы тысячи епископов во всех соборах. Они стоят, смотрят на тебя. И ты стоишь, кочеврыжешься. И говоришь, я вас не признаю. И ты православный после этого. Книга правила, это наша руководство. А там вехи на пути в Царство Небесное, чтобы они заблудились. И он говорит, стоит ли мне батюшке говорить? Я говорю, не стоит даже ходить к нему. Он издевается, он кощунствует. Досчитай до этого и потом размышлять будешь неделю. Считай с выражением. Итак, когда мы на то назначены, то что нового, если мы испытываем скорбь? Поэтому мы должны оставаться невозмутимыми не только от прошедших искушений, но и будущих. Это нам более должно быть свойственно. Нам должно страдать. Мы для этого призваны. Итак, переходим к практике. До какого времени можешь быть без ущерба для себя? Для нас ущерба никакого нету, когда вы едете. Если рано, уедете в ущерб. Чем дольше будете, тем лучше для нас. Я 16-го обратно билет взял. Июля? 16-го июля, так. До какого может быть? До крещения. На следующий день уедешь? На следующий день только выйдешь. В день крещения. Ну, может быть и в день крещения. А? Может быть и в день крещения, может быть и после. Ну, вот два дня эти. Ну, ладно. Ну, так, ты на сколько? Я вот как раз, если так, если решится, что я крещен, ну, в смысле никаких не запретов, ничего, то 5-го. Так, у нас крещение 11-го июля. Ты до какого можешь быть? Вот я и говорю, что мне до 5-го июля надо выяснить. Если выяснится, что мне надо креститься, то тогда это самое. До скольку? Я не пойму, до скольки можешь быть. До 5-го июля? До 5-го июля выезжаешь оттуда? Нет, смысла в том, что мне надо выяснить крещен, но в смысле правильно у меня нет крещения. Ну, я узнавай, непонятно. Да, да, да. Юрий? Я сразу тоже. Что? Тоже сразу уедет после крещения. Так, осталось немного. А то что получается? Сегодня 20-я, 23-я неделя. Две недели, три недели. 17 дней. Ну, да. 17 дней. Так, напрягитесь эти 17 дней и жить ей по своей воле. А что я говорю, готово прислушиваться. Мы встаем в одно время. Вопрос решенный. По-другому не может быть. Почему написано, что нам делать? Господь говорит, кто не отвергся себя, не взял крест, если не достойный меня. Это первое. Отвергнись себя, возьми кресло и заморил. Вот и все. Отвергнись себя от того, что есть. Я уже сколько раз говорил, во время работы не разговаривать. Только отхожу, оборачиваюсь, смотрю, уже разговариваю. Просьба не разговаривать и друг от друга отвернуть себе весом. Более жесткие уже условия. Найди такое место, отвернись и мы вышли на работу. А после работы вы пошли купаться, там то другое, разговариваете. На работе не разговаривать. У нас это жесткое правило. Благодаря этому мы еще это успели сделать. Кому это не подходит? Потому что делаю за замещание, за замещание. Через 5 минут гляжу опять. Этот вроде чистит ножом, разговаривает, а гляжу он даже не глядит. Еще лишь бы ножом махать, что я все увижу. Он работает. На дороге едем. Не разговаривает. Он оборачивается. Он разговаривает и на меня смотрит. Я не хочу разговаривать. Он за рулем сидит. По трассе гонит машину, а я сзади сижу. Зачем ты оборачивался, Игорь? Малейка, пойдай сюда, я буду завезть машину. Я не нужен тебе. Я тут 30 км и пешком домой уйду. Да разве можно на трассе ехать и головой назад поворачивать? И ты что делаешь? И разговаривает о пустяках совершенно. Вот этот, который режиссер, вчера кто-то и сказали. Карен Григорян. Да. Мы дорогу ехали. Он поехал с нами в одно селение там проповедовать. Ну и он все это снимал. По хорошим обратно едет. Ну и вот, вот у вас какое обо мне мнение? Я умный или нет? А я говорю, более дурного не встречал человека. Первый раз. Он, стой! Так, я звонил в Санкт-Петербург. Вот мне хорошо.